Welcome, welcome, welcome. Игра номер два между командами. Сокрушимый противник для команды Africa Freak стал не сокрушимым в данном случае, но сокрушимый до этого был. Команда SKT одержала победу над ними при помощи своего Кенена, и, конечно же, Африка сейчас недовольна. В первой игре они лидировали порядка трех тысяч. Все шло нормально. 4-1 работал. И тут они провели не самый корректный тимфайт на меде. И проиграли это сражение, после чего SKT перестроила свой план на матч и начали отыгрывать полный 3-1-1 сетап, где Джейс не мог справиться с этими единичками. Всегда вам я рассказывал, как работает. Есть видосик на эту тему, восклицательно знакомо, и там рассказано как раз конкретно, что 4-1 сетап как раз-таки идеален против 3-2 сетапа. 3-2 сетап идеален против 3-1-1 сетапа, ну а 3-1-1 против 4-1. Я опять вас запутал. Там в ролике не будет все запутано. Там будет все нормально разрисовано на карте и объяснено все на пальцах. Понятное дело, что это не так, что прям как камень, ножницы, бумага, но мини-камень, мини-ножницы и мини-бумага там есть. Все же есть преимущества. А этого преимущества достаточно, даже чтобы ломать сетапы, которые там плюс 10% имеют относительно вас. Так и было в этой игре. Африка Фриксы не смогли свои плюс 10% исправить. Да, привет, Альбатрос, тебе. СТК, нет, СКТ. Но там на Гудгейме бот не работает. Команды бота все провальные. Африка Фриксы забирают свэй на себе, чтобы Пириан себе не получил свою сигнатурочку. Маугли по-прежнему остаются в лесу. Решили не выпускать Спирита команды Африка Фрикс. Старенького доброго Спирита, который мог бы, наверное, нас удивить. Но вот Кура нас удивляет. И берет Ясуо. Но этот Ясуо не от него, поверьте мне. Это Ясуо на ботлайне. Я говорил вам уже, Африка Фриксы обожают играть через сетапы брузерские, где как раз и будет 3-1-1. Именно из-за того, что у них их Адекерри лучше играет на роли не Адекерри, а на роли брузера. Этот Ясуо будет на боте, правда, пока не ясно с каким чемпионом. Возможно, кстати, с тем же самым Грагасом. Но чаще, конечно, будет браться туда усиление для Ясу, какой-нибудь, может быть, щитки, а может быть какой-нибудь магический урон, саппорт типа Фиддлстика. СКТ понимает, что угадать саппорта, угадать мидера или там джанглера сейчас будет невозможно, кто куда пойдет, потому что Грагас может оказаться на боте, Свейн может оказаться на топе. Но вот они решили все же убирать потенциальных опасных топ-лейнеров и убрали Дариуса. За этим Дариусом, наверное, последует какой-нибудь Рамбл, очень хорошо сочетающийся с Ясуо и Свейном. Ну а команда Африка Фрикс убрали Кенона. Ну, я думаю, сейчас Рамбл бан будет. Это логичный бан будет от команды СКТ. Если сами не хотят брать, конечно, Рамбл, а может Джейса, Гнара. Ну, есть подкидывание у Гнара, наверное, тоже верный бан. Хотя приоритет я бы все равно оставлял на Рамбл, а Кенон может его сыграть. Не раз он нам это уже показывал. И магического урона как раз у команды Африка Фрикс пока еще не хватает. Ариана, ну, команда СКТ. Как видите, два Болл Деливери Систем. Один через Трандла, который будет забегать просто ножками туда. Второй через Алистара. И убивает команда Африка Фрикс и Мунда. Увидели они бан Гнара. Ну и логичный бан последовал Мунда. Потому что Гнар прямой уничтожает как раз-таки Мунда. И раз вы не хотите через него играть, значит, вы хотите по-другому. И Ургота нам показывают, которого не будут они играть. Урн, скорее всего, будет пик от команды СКТ. Из тех, кого он тут прокликивает. Ганпланка и не думает, что стоит брать Талу. Тем более в открытую. И так он берет сюжет этого чемпиона. Это в открытый пик. Мне никогда он такие не нравится. Потому что против вас могут сейчас тупо взять контрпик того же самого Джейса. И что вы будете делать дальше? Ну, мучатся первое время игры. А потом посмотрим, как говорится. Райза нам показывает Африка Фрикс. Это Свейна хотят на топе оставить. Райза просто на мид взять. Или Райза от... Нет, ну, конечно, не Райза. Шен. Я просто тут уже начал додумывать. Шен. Ну и, значит, у нас Лесник уже понятен. Это Грагас. Шен у нас будет саппорта отыгрывать топера. Придется, но топера вам показать Африка Фрикс. Не скрыть его. Ласт пикс, но у команды СКТ. Кстати, им не хватает по-прежнему кого. Они не взяли своего реального адекерри для Бэнга. Ну, Бэнг, возможно, не будет уже адекерри. Владимир... А, ну вот и контрпик. Получите, как говорится. Распишитесь. Владимир будет на туплэйне против Ганпланка. Тоже контрпик, как и Джейс. Очень тяжело. Твича показывает Бэнг. Но не будет он его, конечно же, играть с Алистаром. Лучше всего работает Кай с магического урона. Перебор не будет лететь. Не будет. Заю не надо тоже. Вот Люциан хорош. Джин хорош, конечно же. Всякие Кейтлины тоже будут неплохие. Зая это скорее идея, чтобы нельзя было попасть под инициацию Грагаса. На реакции будет игра идти у команды СКТ. Зая на реакции будет уворачиваться от Ульты Грагаса. Ну и Владимир не особо хорош против, понимаете, Зая. Владимир влетает. Зая подпрыгивает. И как бы часть урона блокирует. Хотя мы видели с вами, как Зая не хватает иногда урона вообще. Думаю, Тейминг играть ему на свене или играть на Ясу. Любопытно, что у него на обоих этих чемпионах 100% минрейт. На свене у него 3 победы, 0 поражения. На Ясу у него 3 победы, по-моему, было... А, нет, там не 100%. Да, 3-1 у него на Ясу было. И выбирает он все же с Вейна, с Шеном играть на бой. Тем более такой стандартный сетап игра. Ну и Ясу будет тогда на миде против Арианы. Помню, как в 2013-м, думаю, в одной-второй хуне я тапнул с Игнаром. И после того, как стал, Мега Игнаром перевернул игру своим ультимейтом. Ну да, было-было дело такое. Факер на замене у Гамбитов. Бери выше у команды Elements Pro Gaming. Но поговаривают, что сейчас идут переговоры, миллионные переговоры. Торгуют миллионом семечек команда Вейвектус Pro Gaming. Вейвектусы хотят выкупить из второго состава команды Elements Pro Gaming фейкера себе. Или они Вейвектус Gaming, а не Pro Gaming. Не помню. Вейвектус, возможно, Pro Gaming. Будем идти по логике команды Гамбит. Пока они не заиграют хорошо, я не буду запоминать их вторую привязку, потому что кому она нахер нужна? Вейвектус, возможно, Pro Gaming. Купят, возможно, себе фейкера. Возможно, в мечтах. А, невозможно, Esports, да? Вейвектус Esports, но может быть, кстати. Кто не помнит, этот мемасик с 2017 года существует, когда на чемпионате мира команда Гамбит проигрывала. И я говорил вам, что команда Гамбит раньше имела таг второй, то есть в названии. У них был гейминг, Гамбит Гейминг. Но когда я произносил это, чётик был недоволен. Мне начали писать, что они же Esports. Я в это не поверил. Пошел смотреть на их официальный сайт. Сайт называется Гамбит Гейминг. Но при этом там везде написано Гамбит Esports. Я такой, ну ладно. И начал эту шутку. Блин, мувик, я проспал! Сука! Черт! Я проспал, ребят. Ну, нас не забанят, но вот за этот ролик видосик придется подождать, когда я выложу его. Да, блин, черт, я забыл, ребят. Я заговорился с вами и проспал про это. Но этот ролик надо будет резать просто теперь. Так что придется вам подождать. Тут неудобство-то заключается именно в этом, что я не могу его выложить теперь на YouTube. Создавай новый канал. Не, новый канал не надо создавать. Но я посмотрю, я попытаюсь снова залить. В прошлый раз это не получилось. Думаю, в этот раз тоже не получится. Так что... Ну, посмотрим. Может быть, все же как-то выйдет чудо. Да, я реально проспал. Заговорился с вами. Про всяких Вейвектусов с ЕПГ. Заговоришь, и сразу все, и фейл, ребят. Понимаете, это настолько аура у этих команд бесполезная, что ты даже когда о них говоришь, уже делаешь фейлы. Ну что ж, Кинни разменивается с Талом. Конечно же, он будет выигрывать эту линию и по фарму, и, возможно, даже Таур Дайвис, Маугли, они будут организовывать победному Талу. А что же касается команды СКТ, СКТшникам надо отыгрывать хорошо медлейн. Все же Ариана не так сильно страдает от Ясо. Ясо единственное, может, как ее гнобить, это если будет ее запушивать постоянно под вышку. А когда ты запушиваешь под вышку, всегда может выскочить Трандл, который легко гангает всех милишников, вы это знаете. Бланк забирает у нас здесь красный баф. Маугли сыграл очень странный маршрут у него был. Красный, Рапторы, Волки и сейчас Краба получает третий левел, понятное дело. Но выходит на потенциальный куда? Таур Дайв или нет? Он идет обворовывать. Бланк говорит, у меня есть дабл баф, можем сражаться с Маугли. Маугли не прочитал эту ситуацию. Смайт у него есть. И если он не потратит Ешку, то он спокойно через Смайт забирает этот кемп и может уходить отсюда без флэша. Нет, все же флэш. Его кубком отзонили от стенки. Очень хороший кубок поставил Бланк. С одной стороны, как бы, плюсово все для команды СКТ. С другой стороны, еще больше Тал Фарма потерял на своей линии. Что по шансам? Давайте по шансам пробежимся. Нет Эдекеля у команды Африка Фрикс. Поэтому это всегда минус идет, конечно, небольшого шанса. Но у них есть АДшный урон, идущий от Ясу. Есть 3-1-1 исполнение. Есть подкидывание только от двух чемпионов. Свейн, причем, ну, не такой уж и крутой подкидыватель, сами понимаете. Только протяжечка его, собственно, идет. Ну, а Грагас чисто через пузо и ульту. Что касается команды СКТ, у них лейт намного сильнее. Африка Фриксов где-то 60-65%. Но у них нет мидгейма. Почти вообще. У них есть Алистар, который будет через Игнайт играть. Это мидгейм будет давать ему какой-либо. И есть там ульта Ганпланк с Пауэрспайком Тринити Форс. Ну, Ариане надо ждать 4 предмета. Трандл спрашивает, а у кого я тут статы-то воровать буду? У Грагаса одного? Да, это не особо круто. Потому что Грагас хоть и будет танковым, но это не тот показатель, который... У Топера надо воровать чаще статы. Так что мидгейм полностью за Африка Фриксами. Лейнинг Фаза тоже за ними. Где-то 70-65%, соответственно. И потом они проседают 60-65%. Я уже отдам команде СКТ лейт. Но почему так мало, да, спросите вы, команде СКТ? Ведь у них там Ариана, у них Ганпланк. Да потому что они все не сочетаются. Ариана с ГП сочетается. Алистар с Арианой сочетается. Но что здесь делает Трандл? Трандл как бы, ну, сам по себе. Ни с кем не работает. Воровать статы не у кого. Что здесь делает Зая? Сама по себе. Она взята как, знаете, Адекерри, который самозащищающийся. То есть я обычно люблю так говорить. Это независимый Адекерри. В данном случае независимая женщина, Зая, она сама о себе будет заботиться. Ей помощь никто не оказывает. И она ни с кем не комбинируется. То есть она даже ульту ни с кем скомбинировать не способна. Она гипотетически с Арианой. Но Ариана даже щитки на нее давать не может, потому что она не такая уж ближнебойная. Зая с Литлтемпа. Ну, это нормальная тема. Раскидываться первыми в тимфайте. И для Кайта очень хорошо подходит. Именно Кайтом и будет заниматься она, потому что постоянно будет в нее Ясуа вместе с Грагасом пытаться добраться. Мидгейм это, ребят, долгая такая стадия с 15 минуты по 35. Она включает в себя как пауэрспайки самих предметов, два предмета, тире четыре, так и пауэрспайки самих чемпионов. Там шестой уровень, тире шестнадцатый. Примерно так. То есть вот и учитывайте этот фактор. Ну, вот получается, что Шен в этой стадии будет очень силен, поэтому он с Алистаром равносилен. Грагас очень силен, он равносилен будет Трандлу. Владимир очень силен, даже посильнее, наверное, будет Ганпланка. Ясу, вот единственный чемпион, который в этой стадии, в общем-то, ничего делать не может. Пока еще у него ни предметов нет еще, которые дали бы ему и бессмертие, и урона. И нет еще нормальной, нормальной стадии спридпуша. Но зато Свейн в этой стадии игры как раз-таки Руа набирает и говорит, поехали. Так что мидгейм такой довольно... Ну, я его решил не делить дальше. Его, конечно, можно пократить, как говорится, порезать еще больше мидгейма и оценивать ранний мидгейм, поздний мидгейм, но это слишком будет, наверное, некорректно для тех людей, кто смотрит первый раз там трансляции, они не будут вообще понимать, что происходит. Хотя есть тут разделение между ранними мидгеймами и поздними мидгеймами. И поздний как раз-таки это вот Ганпланк. Ему нужно и предметов собрать, и 11 уровень где-то. А вот Грагас как раз в раннем мидгейме очень силен. Как и Шен. Потому что им только дайте ульту, и все, они поехали работать по максимуму. В какой причине Трандл съехал с топ-лейна? Я, честно говоря, не знаю, почему Трандл перестали именно играть на топе. Он, по-моему, все еще хороший сплитпушер, все еще хороший убийца танков. А вот и первый ганг от Грагаса для Ясо и минус флэш от Периана. Без потери флэша для Маугли это произошло, без потери флэша для Кура, и в ближайшее время Периан будет в панике стоять. ГП даже 13-й левел нужен. Согласен, да, чтобы замаксить сразу два заклинания себе, и было второго уровня ульта, плюс, конечно же, два предмета. Так что ГП, согласен с тобой, желательно еще даже повыше добраться. Моя логика проста. ФБ вышки сделали, лейнг фаза закончилась. Это да. Но лейнг фаза обычно заканчивается с 10-й по 15-й минуту. 100% она уже заканчивается на 15-й минуте. Так что оно есть. Просто я почему вот... Раньше я тоже по твоей логике шел, но ты, видимо, пропустил шестой сезон, где лейнг фаза заканчивалась по нашей с тобой логике. Я тогда тоже был ее приверженец. На второй минуте. Тогда вышки забирали первые на второй минуте. И, понятное дело, это не тот показатель, на который надо было опираться. Именно то, что вышку забирают. Иногда ее просто тупо быстро забирают, и все. И ФБ тоже не показатель. И 3, 4, и 5 киллов тоже не показатель. Их могут делать за первые 5 минут, а могут и делать за первые 25 минут. Поэтому я решил, что просто будем ко времени привязываться, потому что в этот момент уже точно чемпионы набрали свои первые предметы, добрались до своих ультимативных способностей и поехали. СКТ побеждает, выпускаете фейкера, но когда мы проиграем, не выпускаете фейкера. Чуть-чуть выпускаете фейкера. Чуть-чуть. Именно чуть-чуть. На дракона пошла СКТ? Это глупо. Нельзя сейчас делать дракона. А, Шенс рекойлс. Я не знаю, откуда пошла информация у команды СКТ, что Шенс рекойлс. Они увидели, что Грага с фейкером были рядом с Геральткой, но как они узнали, что Шенс рекойлс, видимо, на вардах он где-то это делал, и поэтому тут же решили сорваться на этого Оушен Дрейка. Когда два и две из трех линии начинают ходить по карте, тогда лейнинг фаза закончилась. Тоже не показатель, потому что мы видели с вами и телепортацию на третьем левеле, топ-лейнера на бут-лейн, при этом ротацию джанглера, ой, не джанглера, этого, мидера в джангл, чтобы помогать своему джанглеру. Вот тебе и ходят они уже на третьем левеле. Такое было и много раз. Так что это тоже не показатель. Но пока еще лейнинг фаза идет в этом матче. И, честно, это на руку команда Африка Прикс, потому что они на этой стадии имеют как раз преимущество над оппонентами. Да, потеряли дракона, но, скажем прямо, никто особо за него и не переживает. Это Оушен Дрейк, самый бесполезный дракон. Он дает только бафф в начале игры и только если лейнинг фаза идет. То есть СКТ вот таким образом просто себе немножко сейчас выровняли вот эту стадию лейнинг фазы. Бланк у нас видит, чем занимается Африка Прикс и решает организовать ганг на топ-лейн. А Кина тут же идет ульта. Промахивается Кина своей ультой. Флэштаунт идет от Шена мимо. Талл уходит Джоню, который у него уже откатился. Пытается убить Тусина. То есть он умирает, но только после того, как умирает Ганг Планк. Не сдобил Геральтку, по-моему, Грагас. Он уже добил. Вот я не заметил. Ариана дает стяжечку по Грагасу, чтобы не пустить его к себе. Но это не помогает. Он умирает. А тем временем мейминга никто вообще убить не может. Бэнк сюда приходит и говорит, буду стрелять, ребят. Нет, друг, не надо было сюда приходить. Дает он ульту. Но перья будут забиты стенкой. Стенка, которую кинул Кура. И команда СКТ проигрывает этот бой. И как бы этот бой не пришел им в минус игру. Маугли, потому что еще успел все же Геральтку забрать. Он не пошел сразу в тимфайт. Хороший Кура здесь прыжочек делает от зони вэтбэнга и говорит, ну иди сюда, будем воевать. Он только что откинул от ульты всех с войны. Да, было дело. Ну, что поделать. Давайте смотреть повтор. Здесь Кин не попадет ультой. Он промахнулся мимо двух игроков. А мог попасть по обоим, и было бы еще хуже. Но это не страшно, потому что Тусим пролетел, прописал таунт, зацепился. Эйминг ультанул, пошел под вышку. Его откинули. Он избивает все еще всех своей ультой. Уходит Джоню. Готов ее взрывать, но только если сюда подойдут. И вот здесь вот небольшая несостыковочка произошла. Грага скинул ульту, чтобы спасти Эйминга. Эйминг в этот же момент взорвал свою ульту, ну и получилось, что он не попал ей. А Тарзан против Маугли был уже в этом сезоне? Да, было. Оба раза. Мы смотрели, оба раза победил Тарзан. Тарзан, кто не знает, игрок команды Гриффиндоров. Гриффины играет с Тарзаном в лесу, а Маугли играет у команды Африка Фрикс в лесу. Ну и так как Африка Фриксы чуть-чуть послабее все же выглядят, чем Гриффины. А если сегодня они проиграют команде СКТ, они будут выглядеть совсем слабыми, потому что они будут первая команда, которую СКТ за столь долгое время перегонит. Команда СКТ в этом сплите не так плохо играли в начале, как в прошлом сплите. В прошлом, вы помните, они отыграли со статистикой 1-2-7. 2-7 они сыграли. Первый сплит 2-7. И они были на последнем месте большую половину турнира. На последнем, на десятом. Но под конец сплита все же ворвались в третью позицию чемпионата Кореи. В этом сплите они сыграли 3-6. Первый часть сплита. И самое смешное, что это даже не была вторая позиция с конца. Это была седьмая позиция, стабильная седьмая позиция со статистикой 3-6. Но вот сейчас они идут очень хорошо. Так же хорошо, как и тогда. Но все благодаря смене тренера, который заменил Фейкера и заменил Вульфа. Пытался и тот тренер, кстати, тоже менять Фейкера и менять Вульфа, но это не давало своих плодов. Фейкер уже сидел в запасных и они еле-еле победили команду Бибики Оливерс 2-1. Это в первом круге было. Эйфор тоже выпускался, там что-то выиграл, что-то проиграл. Но все же, видите, проблема в тренере была большая. Возможно, даже если это бы тренер выпустил Фейкера, они бы тоже побеждали. Но этот тренер доверяет новому игроку Периану, доверяет Эфорту. Ну, как вообще все они собирались доверять, Эфорт должен был занять официальную позицию саппорта еще в прошлом сплите команды СКТ, а в этот момент должен был в лесу играть Вульф. Так они задумывали команды СКТ в прошлом сплите. Но это не сработало. И Бланк в итоге встал назад на позицию лесника. Ну, ему, видимо, она снова понравилась. Минус вышка на топ-лейне, Маугли здесь вытанковывает тонну урона, Шенн прилетает прописывая там по двум игрокам, но все же под вышку они уходят и команда СКТ терпит поражение на лейнинг-фазе, но это было ожидаемо. Сейчас начинается мидгейм, который тоже не за команду СКТ, правда, в меньшей степени. Я уже говорил, 70% лейнинг-фазы, СКТ должны за них вот смотреть. Но им везет. Следующий дракон будет Клаута, он тоже ничего особенного давать не будет. Хотя этот дракон будет усиливать Ясу, усиливать Владимира таким образом, да и того же самого с Вейна, с Шеном, да и Грагаса. Я вдруг понял, что все чемпионы Африка Приксов с дополнительной скоростью передвижения получают адовые бафы. Понимайте сами, скорость передвижения нужна для фланга, это Грагас, Шен и, конечно же, Владимир. Скорость передвижения усиливает Ясу, потому что у него от скорости передвижения быстрее откатывается пассивка. И скорость передвижения нужна для Свойна, потому что он милишного типа такой вот маг. Ну, понятное дело, у него есть дальнобойные автоатаки, заклинания тоже издалека, но ему надо вплотную подходить к врагу, чтобы наносить урон, поэтому ему нужна скорость передвижения дополнительная. Вот такие вот интересные бафы идет этот драконовский, он хорошо усиливает команду. А вот команде СКТ, например, Ариане этот баф не нужен, она и так довольно мобильная. Зай этот баф не нужен, Алистару нужен, Трандлу нужен, Гампланку не нужен. Понимаете, да? Показывает нам урон, Гампланка топ-1 пока что. Ну, это понятно. Поиграл на новой Акалии, а я еще никогда так лицом по клавиатуре не ездил. Сложный, сложный там чемпион для начала будет, понятное дело. Механика у нее не самая простая в лиге Лежентусов. Но у нас, судя по всему, африканцы выиграют эту партию. Просто, конечно, я рад, что СКТ лейтгейм имеют, но до него еще дойти надо. А тут какой-то такой жесткий сноубол. Пошел 3,5 тысячи, вышка на меде, упала, вышка на боте, скоро тоже развалится. Сейчас Клауда хотят забрать себе африканцы. Если сейчас еще Инфернал там выпадет, это вообще сушевесла. Смотрим внимательно, какой Дрейк будет следующий. И это не увидели. Мы нам убрали эту табличку. Не успела пропасть предыдущая табличка, поэтому мы не увидели нового дракона. Ну, сами Райты не меняют надпись Клауд, намекают на то, что Клауд Дрейка и останется. Но если Клауд, не так страшно. Хотя я уже говорил вам и намекал, что Африка... Да, там Клауд я увидел сейчас, края. Край этого граффити мы увидели. Маугли, аккуратнее надо быть. Рискует за этот пинг умереть здесь. Не, не. Проконтролировал ситуацию, отошел, вышка на боте и тоже умерла. СКТ ушли в защиту, а в оборону называйте это как хотите. Они знают, что воевать сейчас нельзя. Да, я вот про это и говорю, что Трандл, который обычно в мидгейме очень силен, в этой именно игре он слаб, потому что Грагас, во-первых, его откидывать может, а во-вторых, Грагас не собирает статистику в начале игры, он идет в ХП. Чаще всего промахивается ультой Маугли, к сожалению, Пириан его здесь доджит очень хорошо. И телепорт потратил лейминг, они думали, что уже точно попали в Пириана ультой, и, соответственно, понадобится еще один игрок для убийства Арианы, но этого не произошло. Синебаф здесь пытается забрать команду СКТ, но не слишком ли рискуют они Таунд, но подкидывание нужно, стеночка неплохая, Ясо ловит, Ясо отфлэшивается, прилетает сюда айминг, флэш Таунд еще раз идет от Тусина, но мимо Ариана промахивает своей ультой, мир тут, моя жвачка, ребят. Африка не будет продолжать здесь воевать, потому что у них два игрока очень битых остались, это их керри, но СКТ не будет воевать, потому что им нечем воевать, они все промахнулись. Алистар без ульты остался, ГП не попал ультой, тоже ни в кого, Ариана тоже промахнулась, в общем, надо отступать всем. Синебаф вроде выиграла команда СКТ, но это большой риск был, хотя с другой стороны и африканцы рисковали, они вне позиции были. Владимир не сразу еще пролетел, он когда пролетел, уже битва закончилась. Влад в этой игре, кстати, пошел с Шорелли. Ариана у нас 195 фарма уходит в Жоню, все еще не собрала она себе даже первого предмета, у Ясо первый предмет уже собран, это накритый Фантом Денсер, дальше он решил идти в Стирак, чтобы его нельзя было шотнуть во время сражения Берсерки, понятное дело, и будет добавлять, наверное, после этого только Инфинити Эйдж. Эйминг отправился на туплей, но у него раньше откатится телепорт, чем у Владимира, наверное, они так и останутся в этих позициях на какое-то время. Что касается Зай, Зай купила мерки, это чтобы от Владимира не умирать, пока есть только Шторм Рейзер, у нее первый куплен предмет и далеко ей, конечно, что она даже от Фейкера отстоит по предметам, у него уже Стирак появился. Медленный билд у Владимира, урон еще не скоро будет, но зато он добавил себе скорости передвижения, чтобы влетать именно в бэклайн, он же прекрасно понимает, что Бэнк будет от него постоянно отфлэшиваться и на ульте уходить в сторону, и чтобы не дать этому парню далеко убежать, он будет под Шорелли его пытаться догонять. А урона то, что сейчас немножко отнял саму себя, это не так страшно. Команда СКТ уже отдала early game и уже отдает себе отчет, что они не могут сражаться в mid-game. Я искал фейкер? Блин, я оговорился. Кура, конечно же, я фейкер сказал. Да вы со своим фейкером заколебали, в чат там все пишут. Где фейкер, где фейкер? Видосик есть, ребят, идите смотрите фейкер. Фейкер там, в видосике, в моем. Идите его смотреть. Я просто вижу в чатике с постоянными фейкерами и все, оно теперь мне снится будет. Теперь уже Кура у меня за место фейкера играет на Ясу, а Кура, конечно же, на Ясу. Почему Кура это фейкер? Потому что я так решил. Мой стрим, мои правила. Мой стрим, мои правила, все, фейкер здесь, не мешайте ему. Он собирает предметы для Кура. Фейкер воду для него собирает из колодца, кормит его собачку, ласкает его кисок. Все как положено. Фейкер такой. Вы видели, кстати, новый скин на Кейтлин. Новый пул партий скин на Кейтлин. Вообще-то там пропаганда рабства. Пропаганда рабства. Серьезно. На новом скине Кейтлин. Причем там даже видно, как Краб, а можно сделать еще Негра Краба, там разные хромо-скины есть. Негр Краб апахалом, апахает Кейтлин, и у него не очень довольное лицо. Я это увидел у Найт Блу на стриме. Действительно удивился. Ну, можно посмотреть на скин Спотлайт. Есть такой блогер, собирает всякие ролики по скинам. Вот такие дела. Опа! Ловит здесь Грагаса. Ворует у него статы, он уходит Джоню. Прилетает тусим, прописывает там по двум игрокам Дэвл Юграгас дает свою ульту, подкидывание идет от Куро, и Кин пролетает сюда, дает свою ульту, влетает, очень много урона заходит, но не пришел сюда все еще Эйминг. Там вот еще один от Тусина, подкидывает Тусина, Тусин умирает, где же Эйминг? А вот и он. Ответ на килл, но это всего лишь саппорт на саппорт, разменяли Эйминга здесь зонит в этой узкой стенке. Он дал ульту, ульту никого не заденет, к сожалению, ее придется отступить. Не было Эйминга еще телепорта, не было у Кина еще телепорта, поэтому не сразу пробежали два этих сплит-пушера команды Африка Фрикс. А Куро дал ульту, но вы видели, как мало урона, пока наносит ульта. А когда прокнул его стирак, он сказал, что вернуться в тимфайт пока не могу. СКТ были в пятером, они организовали эту битву, но в итоге закончилось все минус Шен, минус Алистар. И второй Клауд Дрейк, второй волосатый дракон, уходит за командой Африка Фрикс. Я говорил вам, что волосатые драконы им идут на ура. И Оушен будет следующий, везет команде СКТ. Повезло именно в том, что не вышел третий какой-нибудь Клауд Дрейк или Инфернал. А всего лишь вышел бесполезный Оушен, которого, я думаю, влажного дракона здесь никто брать не будет. Ну, возможно, африканцы его заберут, чтобы быстрее запустить Элдер Дрейка. Там же все в лужу Влада попали, да, только после этого Влад вынужден был уйти в свою лужу и уйти в другую сторону. Так что он не повоевал. Вот его урон, видишь, 3300. А можно было сделать и 5000, если бы Свейн был рядом. Тогда бы он на себя часть внимания отвлекал Свейн. Такой, знаете, бета-версия Тимфайта была от команды Африкафрикс, и с КТ эту бету-версию организовали. С какими рунами играет Эйминг? Фейз Раша экономическая, нормальная тема. Скорость передвижения, там же еще взят Ассиларити, там же взят Нибус Клоук, который дает плюс соточку скорости передвижения, когда вы ультанули, и там же, наверное, взят Бег по реке, хотя, возможно, он взял не Бег по реке, а Ожог. Вот я не знаю, насчет последней, третьей руны, что он там себе выбрал. Но идея как раз заключается в том, что ты нажимаешь ульту и получаешь дополнительный Абилити Пауэр. Шансы у Паллэйта какие? Расскажите человеку, какие шансы у Паллэйта, я уже четыре раза говорил. Что было миллиард урода, ему Рободон нужен? Ну да, кстати, насчет Владимира, у него пока только Спеллбиндер взят, и той, кто только сейчас появился. Портобелт, это все-таки ютилити предметы. Пока нет урон предмета. А чтобы появился урон, нужно брать Войт Став и Рободон. Пока этого всего нет. То есть, это такой лидгейм Владимир, а не мидгейм. Может быть, стоило и отыграть этот мидгейм Владимир, учитывая, что мидгейм был за командой Африка Прикс, но уже мидгейм начинает потепенно заканчиваться. Вот это плохо. Банк вынужден будет давать ульту. Ай, как плохо! Бенга ловит! И это минус эфорт еще. И, ребят, можно забирать как вышку, так и Нашора. Выбирает команда Африка Прикс. К черту эту вышку. Идем за Нашором. Но это будет смайт война. Бланк-то все еще жив. Бланк не умер. У него, правда, нет флэша, и команда СКТ хотят напасть на Бланка, чтобы он точно умер. Теперь наносит по нему урон. Кин дает по нему ульту. Подкидывание идет от Фейкера, но не может дать ульту свою, потому что уже потратил. Зато Кура может добраться и Даблкилл уходит за Фейкера. Это я специально сейчас сказал. Фейкер, который на банке сидит. Кстати говоря, кому интересно, Фейкер поменял свой никнейм. Я, правда, не знаю, это поменял он свой основной никнейм или это его второй никнейм. Сейчас скажу. Первый никнейм его назывался Хайт Он Буш, что переводится спрятался в кустах. Ульта Шок Вейв, мало урона, не хватило, и Перян сейчас за это еще может умереть. Нет, нет, останется в живых, никто за меня не погнался. Да, я там оговорился, и потом понял, что оговорился, и решил протроллить вас дальше и еще рассказать про Фейкера. Конечно же не Фейкера, Кура, Кура там все. Так вот, в Хайт Он Буш у него назывался никнейм именно в корейском чемпионате, Ладере вот имеется в виду, а не чемпионате, оговорился опять. И это переводится как спрятался в кустах. Ну все к этому уже привыкли. Но сейчас он переименовал себе никнейм на Хайт Он Бенч, что переводится спрятался на скамейке. Ну что, дословно можно сказать на скамейке запасных. Он на Бенч переводится вот этот термин как на скамейке запасных. Классный флэш от Кура, видели, классно как он убил. Второй подсказывает, это второй аккаунт он поменял. А, второй именно поменял. У него второй, видимо, как-то там по-другому назывался, я не знаю, как у него второй никнейм назывался. Первый, значит, остался так, как и было, а вот второй теперь у него Хайт Он Бенч. Ну он сам себя троллит, тоже молодец. То есть, с улыбкой к этому относится. К тому, что его посадили на скамейку запасных. Он прекрасно понимает, что скорее всего без Вульфа, если команда пробьется на чемпионат мира, надо будет одного игрока брать запасными и скорее всего фейкера возьмут, а не Вульфа. Так что он особо сильно не переживает по этому поводу. Ну и сейчас просто набирает опыт именно игровой, такой, знаете, вне команды, но чтобы потом это реализовать, начать снова керрить. Также к самой Сники высмеивал эти моменты, он когда сидел в запасных в академии команды Cloud9 ролики, который выпускал на Ютубе, он называл «Академический игрок выигрывает линию, два академика победили два челленджера», ну и так далее. Ну и в таком духе все видео подписывал. А, да-да-да, «Метеус учит академика» еще один ролик назывался, это они с Метеусом дуо играли одно время, и Метеус его все высмеивал, говорит, как там у тебя в академии и все хорошо. Правда, Метеус, ребята, нашутковался, нашутковался, теперь сам в академии сидит. Но тогда, когда это выпускалось, это было как раз начало сезона, этот ролик, и Метеус еще тогда даже понятия не имел, что его продадут в команду «Флайквест», и он будет в команде «Флайквест» воду подавать Санторину. Лучший джанглер чемпионата Америки теперь вот Санторину воду приносит. Тому самому игроку, которого выгнала команда в свое время «Юникорнс оф лав». Не, H2K, H2K, уникорнсы, он там у них не играл, H2K выгнали его со словами, что «ну ты плохой джанглер». Ну да, тот он сейчас плохой джанглер, находится в топ-1 команде Америки, и у них второй есть джанглер Метеус, который не может выйти никак в основе. Вот такие дела. Ну что ж, африканцы на Шора использовали очень хорошо. Сломали полностью Медлэйн, открыли уже этот ингибитор, 30-ая минута. Ингибитор — это неприятно, но можно жить. Хороший водонос на вес золота. Это да. Это да, ребят. Что же делать дальше в команде СКТ? Выживать. 12 тысяч отставания, сейчас будет 13 тысяч. К 35-й минуте они будут все еще отставать огромное количество золота, поэтому им надо продлевать как-то эту игру на еще два на Шора. Я не знаю, как это сделать. Вот в наглую, просто забирается наверх. Пошла ульта, Маугли промахивается мимо игроков, но вот Кин добирается, дает ульту по Бенгу, но Гампланка ульта отзонила всю команду. Африка Фрикс, тяжкая Ариана, неплохая. Можно убить Владимира, это происходит. Подходит сюда Тал, прилетел сюда Эминг, дает ульту, промахивается по Бенгу, уходит Джоню, и он тоже умрет, ребят. Перемудрили. Скажу прямо, перемудрили или мудрили команду Африка Фрикс. Промахнувшись Грагаса ультой и попав под Гампланка Дисенгейдж. Нельзя так делать, конечно же. Грагас промахнулся ультой, отступаем. Пытаемся сломать вышку, если есть такая возможность. Все так просто подарили два килла. Были ли там шатдауны? На Владимире был, но незначительный, 450 золота. Вон Эдварда держат в команде Гамбит, возможно, и спор, только для того, чтобы он готовил. Ну, кстати, да, Эдвард хорошо готовит, насколько я в курсе. Многие поговаривали, что когда они на корейские буткемпы ездили, Эдвард постоянно еду покупал и постоянно готовил всей команде. Эдварду надо никнейм поменять на Эдвард Кухарка. Это, кстати, крутой никнейм, я сейчас так подумал, надо загуглить, надо это как-то сделать. Закопирайте тебе это имя, а то Эдвард заберет его себе. И что дальше? Представляете, так вот, играешь в Лигу Легенд, и тут хоп, тебе на Ру-сервере попадается Эдвард Кухарка. Все страшно. Как бы автолуз. А как будет на английском Кухарка, кстати? Вот именно, чтобы этот же смысл имело слово. Повар-боец Эдвард. Да, кстати, еще повар-боец Эдвард. Это отсылка к скинам, повар-боец, которые есть. Эдвард покупал наверняка еду у Бибики Оливерс. Да, курочку просто покупал и говорил, это я приготовил. Все, вау, крутотень какая. Ну ладно, мы тут шутим, шутим, Эдварду может обидно. А Эдварду может обидно. Мы тут именно шутим без какой-либо хейта или как-то оскорблений игрока. Даже скорее будет повар-боец Сома к этому отсылку. Кстати, да, тоже к этому аниме. Я посмотрел одну серию, мне зашла первая серия все же повар-боеца Сомы, но что-то дальше я не начал его смотреть, надо будет. Но времени не было, я тогда вот сел перед сном посмотрел, а дальше что-то не включил. Но вроде нормальная тема. Мастер-шип! Шашлычный... Там кто-то говорит, я только что проверил, шашлычница Леона занята. Не, ну тут надо с Эдвардом отсылку делать. Он все же трэш, ребят. Так что его надо как-то с трэшом сделать. Так, что у нас? 8-4 счет. По золоту 12 тысяч а к 35-й минуте просто хочу оценить. Лейтгейм-то у команды СКТ все еще, хоть он и не такой сильный, 60-65% я отдавал, просто это не 80%, как обычно бывает. И там реально стоит за это бороться, за такой лейтгейм. Здесь это целых два Нашора еще времени у команды Африка Фрикс. То есть они могут забрать этого Нашора и не закончить игру, забрать следующего Нашора и не закончить игру. И только тогда команда СКТ получит какие-то бафы себе по поварспайку. Трэш-шеф. Списи-трэш. Списи-трэш, да, это прикольно. На русский будет как-то переводиться не специфичный, а этот... Специи. Блин, как специи? Ароматные, да? Нет, блин, я пытаюсь слово какое-то альтернативное придумать, слово ароматные, но не получается. Ароматные трэш, типа нельзя же сделать. Хотя почему ароматные? Нет, ароматные трэш это как-то... Я вдруг понял, что я только что сказал. Ароматный трэш, блин. Ладно, все. Хватит, ребят, придумывать никнейме фейкеру. Пряный трэш, вот пряный, да. Пряный трэш это нормально. А вот ароматный трэш это страшно. У нас здесь Африка Фрикси пытается забрать Нашора. Блак прыгает, пытается украсть. У него это получается. Именно Кадзонил всю команду. СКТ... убрали Нашора, но при этом потеряли своего игрока. Элдер Дрейк, соответственно, наверное, уйдет все же команде Африка Фрикс. Там еще база в ароматном трэше находится сейчас. В полном ароматном трэше, я бы сказал. Кумбэк! Эдварду хватит придумывать никнейме. Пусть Эдвард сам себе придумывает. Зайдут ему все никнеймы, которые он захочет, конечно же. Только не ароматный трэш, а то... Этот никнейм неправильно люди будут понимать. Показывает нам, что есть Газеринг Шторм у команды Африка Фрикс у одного игрока, это у Свейна. Он уже получил 48 мобилити пауэр на 40-й минуте, получит еще больше. И есть у Бэнга тоже Газеринг Шторм. Ну, он как знал, что надо будет играть в лейтгейм. Появился Гардиан Энджел у Кура. У него уже, считайте, просто адовая айтемизация. Он готов сражаться с любым игроком в любой момент, но Ариана, конечно, шикарно отпушивает. Это теперь, когда еще есть на Шор Бафф у них совсем проблема. Переиграл здесь Бланк, смог проскочить все же внутрь, и здесь все же виновата команда Африка Фрикс, потому что, когда прыгнул внутрь Бланк со своим чемпионом пересманчивать, и нажал там ульту на кого-то, чтобы немножко подольше пожить, там у Ашора еще было 2000 здоровья. Кто-то случайно добил Ашора, и можно было, наверное, лучше сыграть в команде здесь, Африка Фрикс. Ко мне подползает Пириан и говорит, я ингибиторов не чувствую. Да. Где ингибиторы? Я их не чувствую. Ингибитор один был убит, уже воскрес, и вот второй все еще убит. Шэн там подпушивает бот-лейн. Не совсем понятно, зачем. Скорее всего, чтобы настакать предметы, потому что он очень сильно отстает по золоту от своей команды, и из-за этого они ему позволяют немножко золота сейчас заработать в соло, да и опыт тот же самый, не забывайте, это тоже важно. 16-й левел ульта пригодится. Да, тут как раз про вот это и говорят, что вроде как у команды Африка Фрикс, у трех их керри, почти нет ни одного защитного стата, всего лишь какой-то Guardian Angel у Ясо. Владимир вообще пустой, ему пора, мне кажется, менять уже один предмет на Жоню, хотя у него фул предметы и есть, но один из этих предметов надо менять уже на Жоню. Скорее всего, это Шурелью все же надо заменить, она не особо себя проявила, точнее, она уже отыграла свою роль, теперь нужно забыть про это. Хотя, с другой стороны, это скорость передвижения для того же самого Свейна. Тогда надо портобеллт менять, хотя там вроде как идет с рывка дополнительный урон, но ты рывок все равно будешь один раз только через портобеллт прожимать. У Шена 4 предмета, какое отставание? Отставание по левелу имел ввиду я и отставание относительно Адекерри. Там Адекерри у команды Бенга уже, у команды СКТ, Бенг уже на фул почти предметах, и он разрывает этого Шена за секунду, точно так же, как и Ариана уже на 5 предметах. Лейтгейм наступает потихонечку уже на пятки команде Африка Прикс, и они прекрасно понимают, что у них все тяжелее и тяжелее идет игра. Преимущество есть 10 тысяч, но оно незначительно, это всего лишь каких-то еще 7 минут, даже меньше, 5 минут, наверное, хватит команде СКТ, чтобы догнать полностью команду Африка Прикс. И тут-то и начнется. Тут начнется преимущество команды СКТ, и выбрасывать игру, которую они выиграли, совсем не хочется. Того на Шора, я говорил, было необязательно с ним заканчивать, они его вообще потеряли, и закончить не смогли. Маугли предлагает сделать хорошую инициацию со спины. Его сейчас будет окружать, Блан кидает свои заклинания Маугли, зацепляет его, в наглую его избивает, выбивает этот Пинк Варт. Шул выбивать именно Бланк вот этот Пинк Варт, увидел там Маугли, и теперь Маугли флангануть не сможет. Но он может вот здесь в открытую выйти, и он вроде хочет это сделать. Пугает, нет, не влетает, но надо посмелее немножко себя вести, мне кажется. Вряд ли Африка Фриксы смогут просто здесь стоять, вот в таком положении, в котором они стоят. Им выгоднее гораздо сейчас организовать битву, и за счет Ясу ее выиграть, потому что Ясу очень сейчас силен, у него две жони, один Гардиан Энджел, вторая простая, но решили расплититься, команда Африка Фрикс, подпушить Бот Лейн, и подпушить Топ Лейн, который Свейн, ну, если что, через телепорта остановит. Пуш команда СКТ, СКТшника хотят вышку на миде побить. Дракон, ну, это было просто подпуш Мид Лейна, на Дракона пойти не смогут. Варды стоят, и внутри Пинг стоит, и простой Вард стоит. Кейн хотел флангануть, но его тоже остановили, вот хотят именно с флангов заходить Африка Фрикса, но два Дракона им позволяют в наглую так подбегать за спину врагам, потому что скорость передвижения завышена на 8% у того же самого Кейна, Свейна, Грагаса, 4% только лишь в тимфайтах, но этого только лишь тоже хватает. Телепортацию нажимает Свейн, начинает делать на шор, тут же команда Африка Фрикс, продолжают они использовать то, что ГП на топе, но очень медленно его делают, потихонечку из КТшники сюда смещают, видят, что происходит, Бланк забирается снова играть с Майт Войной, его притягивают, там по нему прописывают, на шор надо бы закончить, 4000, там здоровье было, полторы осталось, добивает его Кура, но можно делать Ол-Ин, почему Кин-то испугался, реально испугался, кинуть его в узкое пространство, хотя мне кажется, без потери ультов прошло все у команды Африка Фрикс, можно было дать здесь битву, прям с этим драконом, но они решили на барону его использовать, у них есть теперь дракон баф, 2 минуты будет висеть, а нашор поедет через 30 секунд, с этим нашором уже надо заканчивать игру, даже если они, конечно, не закончат, они еще живы будут, но очень мало времени, а если они с этим нашором не смогут закончить, либо так сильно поломать команду СКТ, что те не смогут даже из подвышек своих выходить, это начнется уже игра команды СКТ, потому что дракон преимущество второе, вряд ли они уже соберут себе, то есть Элдер Дрейка усиленного они вряд ли возьмут, хотя если возьмут, у них будет четверной баф потом, интересно, четверной, вы знаете, что Элдер Дрейк тоже записывается в статистику, мид пытается подпушить команду СКТ, Ясо здесь, Грага здесь, они это отпушат легко, бочка там взорвалась не очень хорошо, нашор баф есть, надо бы идти его брать, но пока вышки пытались оборонять Владимир и Свейн, защитить, защитили, Кин видит Бэнга, заменил он портабелт, как я и говорил, на Жоню, правильный выбор, и пошел на шор, и нет, потому что телепорт у Бэнга, они знают это, Бэнг, правда, в этот момент Владимиру пытается не дать здесь пушить, но Владимир может убить Бэнга, ты уверен, Бэнг, что хочешь этого? это чушь, ребят, он Жоню прожимает, Кин его должен убивать здесь, легко и непринужденно, почему-то испугался, отходит, ну, не надо бояться, килл надо делать, забирает он его, в этот момент на шор, не уходит ни за кем, а обе команды разворачиваются на бой, Бланк дал ульту, помаугли, немножко поворовал у него статы, но это не вышло, почему Бэнг решил, что он сильнее Владимира? Я не знаю, ребят, почему он так решил, но он определенно не сильнее Владимира, и не только потому, что у него там не фулл предмета, одного все еще не хватает, Владимир и есть чемпион, который убивает, это знаете, как за Декерри пойти без саппорта, без танка какого-либо, один на один именно, идти пытаться убивать Зеда, идти убивать Талона, идти убивать Физа в конце концов, это Ассасин, да, у него АОЕ урон есть, АОЕ, то есть многократный урон по многим игрокам вокруг наносится, но если он захочет, он все в одного чемпиона даст. Ульта Влада ударила, когда он был в полете, а он чуть позже нажал полет, но это даже не помогло бы, я могу вам сказать, что даже Владимира ульта не нужна здесь, то есть если он просто дает ульту Владимира, а этот уворачивается от ульты Владимира прыжком вверх, все равно Владимир победит в этом сражении. Я не знаю, почему Банк решил, что он сильнее Владимира в этой стадии игры, но ни в какой стадии игры его не сильнее, скажем так. Как бы Аде Керри это чемпион, который стоит за плечами своих союзников, за крепкими мужскими плечами, и они его прикрывают, а он в этот момент уничтожает всех подряд. В тимфайте Владимир бы его убить не смог. Да, из разряда младшеклассник решил выпендриваться на старшеклассника. Вот так и есть. Но младшеклассник может выпендриваться на старшеклассника, когда у него тоже есть свои старшеклассники, а у того только младшеклассники. И вот так вот и дальше и будет. Там только Ясо будет старшеклассником команды Африка Фрикс, он силен все еще в лейтгейме. Остальные чемпионы уже просадка по урону идет, и у того же самого Свейна, и у того же самого Владимира. Бэнк подарил минус 2 ингибитора своей команде, и даже на шор баф они не смогли себе забрать. 4 дракона у команды Африка Фрикс теперь в статистике висят. Это означает, что Элдер Дрейка, которого они могут забрать через там уже где-то 3 минуты, будет четверной у них. Плюс, напоминаю, этот дракон будет на 5 минут даваться. Повторят эту же ошибку Маугли из команды, как в прошлый раз? Нет, на этот раз аккуратно играет, смотрите. Просто пушат вышку, в первую очередь вышку. Да, но это победа команды Африка Фрикс. Выкидыш был у команды Африка Фрикс, они сами и на Нашори выкинули, и на Тауэрдайве на Топлейне выкинули 2 раза. То есть неуверенная такая игра у них немножечко. Но команда СКТ не хотят выигрывать и зачем-то отправили на сравнение с Владимиром Заю. При этом Зая реально пошла с ним воевать. Вот если бы у Зая был Шейн, тогда можно было бы воевать. Ну, пошла просто инициация. Хорошее подкидывание, Ариан надает стяжечку, но все это чушь, ребят. Ясо даже еще не начинал сражаться, он пока не подходит на рейндж-авто-атак в вышке. Аккуратненько просто зачищает крипов. Грагас промахивается ультой, Эйминг тоже промахивается своей ультой. Ясо все еще не сражается. Я слежу только за Кура, только за Фейкером, ребят. И вот Ясо от Кура не хочет пока воевать. Просто стоит в сторонке и смотрит. Видимо, ждет более агрессивного хода от команды СКТ, но агрессивного хода уже не произойдет. Он пытается настакать себя. Стяжечка, прикидывание, таунт. Все еще не сражается Ясо, просто стоит, смотрит. Делает рог вперед и делает килл. Кстати, ему даже ассист не дали, так что он не делает никакой килл. Победа команды Африка. Африкс 1-1, но АСКТ советую не брать сетап, где вы проигрываете и лейнинг фазу, и мидгейн. Слишком сильно вы отдадите преимущество команды Африка Фрикс. И обратите внимание на то, что команда Африка Фрикс побеждает без АД Керри. Это знают все. От мала до велика аналитики. От корейских до латвийских аналитиков это знают. Но почему-то это не знал тренер команды АСКТ, новый тренер Пухманду. Видимо, забыл. Нужно убирать именно брузеров самых опасных. Свейн, Владимир, Ясо, Моргана. Вот это все надо убирать. Пусть он играет на АД Керри. Посадите на АД Керри их АДшника. И все. И будет у вас преимущество. Он не умеет на нем играть. Мы это знаем с вами. Взяли бы вместо трамбла Сиджуани, было бы полегче. Может быть. Однозначно, мидгейм был бы посильнее у команды СКТ. Это я могу точно сказать. Ну а пока мы идем на перерыв, после перерыва продолжение. Серия у нас 1-1. Матч за выход в плей-офф. И это очень важно для обеих команд. Акома сейчас сидит и говорит, а я знал, а я знал. Да, потирает ручки такой. Может меня вернут после этой игры? Нет. Пока не вернут.